На самом деле то, что произошло, вот это вот. Это катастрофа. Газпром перекроет, идущий в Европу через Украину газ. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер после встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического взаимодействия Марышем Шевчевичем. И в общем-то понятно, из-за чего это произошло. Напряженность отношений, война, постоянные резкие заявления, взаимные обвинения. Однако я считаю, что большая ответственность за вот это вот странное и резкое решение Газпрома лежит на Арсении Петровиче Яценюке, премьер-министре Украины. Давайте вспомним некоторые его феерические заявления. Заявление от августа. Заявление от октября месяца. Но для того, чтобы этот безперебийный транзит природного газа гарантировать нашим европейским партнерам, нам необходимо подписать угоду именно с европейскими компаниями. И, да это просто праздник какое-то, известнейшее заявление декабрьское. Супинене будівництво південного потоку. Так що, дорогі росіяни, нікуди не дінетесь. Будете транспортувати російський природний газ в Європу через Україну. З чим всіх хочу привітати. Самоуверенность наше все. Но сейчас тысячи вопросов, которые сейчас появляются в головах миллионов людей, ну или появятся в головах миллионов людей, можно переадресовать, конечно же, не только президенту России Путину, но и премьер-министру Украины Яценюку. И я думаю, что единственным выходом для него будет самому производить газ. Каким образом? Ну вот, приблизительно. Продолжение следует...